всем привет в этом видео мы решим 5 заданий из квиза учимся считать который был предложен на телеграм канале здесь можно видеть его я ошибся немножко с уровнем так как увидел что многим было сложно ответить на 5 или 4 вопросы из 5 поэтому можете считать что он будет или медиум минус или же даже медиум или медиум плюс как всегда перед квизом посмотрим на статистику того как ответили остальные видим 22 человека принимала участие вот первые 20 мест дмитрий дул за 2 минуты 17 секунд ответил на 5 заданий за драуди тоже 5 ответов за 3 минуты 5 секунд и футфокс аристарх фищуков всех троих я вижу как постоянных решателей квизов с высокими оценками дальше по 4 решили игнатов чаренко алексей и крышу и собачий пёс прошу поправить меня в комментариях если где-то неправильно кого-то назвал перейдем непосредственно к самому квизу и решение старта сквиз для того чтобы начать теперь внизу есть кнопочка старт нажимаем ее нужно нажать а им рейди для того чтобы начать 3 2 1 поехали теперь первое задание сколько квадратов любого размера на рисунке сделаю копии перейдем его сюда теперь мы видим что квадратик большой он 3 на 3 и одним из самых удобных способов считать количество любых квадратов это посчитать квадратики величиной в одну со стороной длиной 2 1 2 3 и 4 если есть но 4 здесь нет поэтому одинарных будет у нас 3 умножить на 3 то есть девять штучек двойных теперь как считать двойные можно попробовать вот зафиксировать какую-то точку и из этой точки противоположная через диагональ точка будет вот здесь а значит мы сможем максимально продвинуться на две точки вперед для того чтобы посчитать квадраты попробую здесь показать первый квадрат вот он и уже второй который мы могли бы нарисовать вот он здесь бы заканчивался при этих двух точках то есть каждая стоит точка сверху соответствовала бы квадратику и всего мы могли бы взять две то есть красную зеленую также мы могли бы опуститься то есть всего бы было вот еще вот такая вот синенькая точка допустим соответствовала бы вот такому квадрату и пусть будет зеленая не зеленый брал уже розовая она бы соответствовала вот еще вот этому квадрату таким образом их было бы ровно 4 и тройной всего будет 1 кстати здесь можно заметить что 9 это 3 в квадрате 4 это 2 в квадрате и 1 это 1 в квадрате вот получается то сумма квадратов было первых трех натуральных чисел то есть 9 плюс 4 плюс 1 всего это будет 14 отвечаем переходим на следующее задание теперь здесь будет очень похожий принцип копируем рисунок нужно посчитать сколько квадратов любого размера на рисунке видим что первая сторона прямоугольника это 4 2 это 5 то есть всего будет 20 маленьких то есть одинарных будет 20 штучек 4 умножить на 5 сколько будет двойных снова же мы пытаемся смотреть по точкам вот допустим эта точка означает что вот мы сможем нарисовать вот такой квадрат дальше следующая бы означало то же самое и так далее но мы можем максим продвинуться вот на три точечки вправо и здесь был последний квадрат был вот то же самое мы двигаемся вниз берем точечку ниже еще ниже мы бы могли еще ниже и на этой бы уже закончили то есть видим что наш квадрат касается нижней стороны прямоугольника получается все возможные вершины левые левые вершины квадратов вот они их будет 12 штучек то есть если мы в 20 видели это как 4 умножить на 5 то здесь уже будет 12 штучек я напишу здесь 4 умножить на 5 здесь уже если бы мы считали квадраты со стороной 2 бы бы умножали 3 на 4 то есть мы уменьшили на единичку каждую из величин то есть длину и ширину дальше тройных сколько бы было здесь мы можем по аналогии уже понимать что будем умножать 2 умножить на 3 то есть их будет 6 попробуем я попробую даже оставить вот они отсюда будут начинать например самая нижняя точка вот означало бы вот этот квадрат поэтому их 6 штучек будет всего 3 на 3 3 3 на 2 ну и последнее это четверные снова же можно вместо 2 умножить на 3 сделать 1 умножить на 2 и у нас будет всего две штучки четверных и можно видеть вот здесь их вот две эти вершины соответствовали бы квадратом со стороной 4 поэтому всего их будет 20 плюс 12 плюс 6 и плюс 2 видим это 40 ну то есть 12 плюс 6 18 плюс 2 20 20 плюс 20 это 40 теперь следующее считаем треугольники копирую здесь сколько есть одинарных прямоугольник треугольников видим здесь 1 внизу или дальше вот 3 потом 5 то есть их всегда по 2 добавляется на самом деле можно посчитать как 1 плюс 7 и 3 плюс 5 то есть их всего 6 16 штучек теперь как считать двойные попробуем посчитать двойные которые будут с носиком вверх вот вот этим я буду рисовать точки где он бы мог начаться например вот эта точка обозначала бы вот вот этот треугольник двойной дальше естественно носик мог бы быть и здесь смотрим вот вот это он и так далее то есть мы можем опускаться ниже и это максимальная глубина на которую мы можем опуститься то есть глубина 3 всего 1 плюс 2 плюс 3 таких будет 6 но здесь стоит еще посмотреть на треугольники у которых не будет носик вверх например вот видим вот этот треугольник у которого носик вниз и отметим его вот такой зеленой точечкой то есть какие еще треугольники могут быть носиком вниз этот например нет потому что ему нужно было бы еще достроить чуть-чуть поэтому никак смотрим на другие точки тоже нет и если будем брать выше тоже не будет хватать то есть видим такой единственный треугольник еще есть она пишу именно зеленым здесь плюс 1 я думаю здесь большинство сделали ошибку то есть всего их 7 теперь тройных сколько будет тройных я сотру красные точки которые не дают эти тройные треугольники то есть вот эти только три красные точки могут дать нам нужные треугольники вот например нижняя вот этот вот этот треугольник то есть всего их три и носиком вниз нет ни одного поэтому всего три и четверных сколько будет четверных четверной будет один самый большой тоже про него не забывать получается всего у нас есть 7 плюс 3 это 10 16 и 1 то есть 10 16 и 1 то есть 10 16 и 1 то есть 27 отвечаем 27 и видите здесь даже если бы мы пытались вручную считать без подручных средств все равно можно было бы уложиться в эти три минуты вот именно из-за этого я и посчитал что квиз может быть не тяжелого уровня то есть здесь не нужно применять супер тяжелую математику нужно видеть то есть это больше тест на внимательность отвечаю 27 идем дальше сколько способов расставить карты так чтобы пиковый туз не находился на первом месте копии вставляем на самом деле можно их пронумеровать допустим как 1 2 3 и 4 да то есть мы пытаемся расставить 4 объекта в линию или в ряд как можно это сделать то есть на первое место мы можем выбрать любой из любую из карт получается любой из чисел я попробую это нарисовать вот вот так вот 4 возможных старта то есть мы можем начать с единички можем с двоечки с троечки четверочки помним что единичка это крестовый туз двоечка пиковый туз 3 червовый и 4 бубновый потом после этого мы бы могли поставить любой из недостающих то есть например после единички мы бы могли поставить допустим 2 3 и 4 2 3 и 4 теперь я скопирую это получается здесь уже есть 4 умножить на 3 12 разветвлений то есть 12 вариантов событий теперь в каждом из них если например мы на двойке закончили мы бы могли вставить 1 3 4 с тройкой это будет 1 2 4 с четверкой это будет 1 2 3 теперь я нарисую еще веточку например после тройки мы бы могли так как мы уже единицу взяли я их обведу вот единичка была потом троечка осталось еще двойка и четверка поэтому мы могли бы или двойку или четверку дальше взять после двойки мы обязаны выбирать четверку или ставить его в ряд и после четверки обязаны уже двойку так как ее не достает и например это была бы последовательность вот одна из них которая нарисована 1 3 2 и 4 это получается был бы крестовый туз потом червовый потом пиковый и потом бубновый дальше нам сказали что пиковый туз не может находиться на первом месте поэтому мы не можем вначале взять двойку то есть получается все ветки которые будут связаны вот с началом 2 их придется вычеркнуть то есть этот кусочек дерева нам не нужен получается вначале у нас есть 3 разветвления правильно вот они 1 2 3 а потом придется ответить я сразу же отвечу ответ будет 18 3 разветвления после этого будет 3 разветвления то есть уже 9 разветвлений до этого момента потом на каждый по 2 умножаем на 2 и потом умножаем еще на 1 потому что уже не будет оставаться выбора на последнюю карту после того как мы 3 расставили в ряд четвертая обязана будет быть последней и это будет 9 умножить на 2 то есть 18 карт сколько способов есть упорядочить карты так чтобы 2 червовых не находились рядом попробуем сейчас это сделать копии здесь есть интересный трюк первое что мы сделаем это посчитаем все возможные комбинации и расставить 4 карты в ряд перед этим каждую карту пронумерую 1 2 3 и 4 все карты расставить в ряд это вот точно такое же дерево это 4 умножить на 3 на 2 на 1 это 4 факториал кстати обозначают это будет 24 комбинации расставить эти карты в ряд но нам мешают те случаи когда 2 карты будут вместе то есть червовая и червовая дама и король как избежать такого события мы специально можем придумать посчитать все варианты в которых дама и король как одна карта и таких будет 3 умножить на 2 умножить на 1 то есть мы объединяем смотрим на них как на одну карту и они получаются как впритык и после этого мы говорим мы можем поставить даму потом король а можем король потом даму и это получается добавляет делает в 2 раза больше вариантов чем мы посчитали здесь всего будет 12 то есть мы можем умножить здесь на 2 может я немножко углублюсь в это будет 12 и это те которые не нужны а это всевозможные для того чтобы посчитать сколько вариантов нам подходит это будет 24 все возможные варианты минус 12 в которых 2 карты будут находиться рядом 2 червовых это всего 12 вариантов надеюсь видео понравилось не забывайте заходить на телеграм канал для того чтобы проходить подобные квизы ставьте лайки пишите комментарии на этом все пока 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 ок Продолжение следует...